Я когда приезжаю в Омск, меня там селит в таком частном доме, там большая собака. Ну знаете, совсем большая, огромная просто. И она охраняет дом, вот так вот говорит, когда ты проходишь там мимо. И собаку зовут Карна. Я решил с ней немножечко пообщаться по-доброму. Я пришел туда, она на цепи, то есть я посмотрю, вот столько до меня, то есть ближе не стал подходить, опасно. Вот, собака, вау, вау, я чужой, понятно там, вот, нормально гавкает. И я говорю, Карночка, я же свой. Я с ней вот так разговаривал примерно полчаса, она меня пыталась испугать. Сначала она меня пугала звуком, у меня пропадала как бы сила, но я опять возвращался, молился и опять с ней говорил по-доброму. В какой-то момент я увидел, что я ее победил. То есть ее возможность меня испугать пропала, и в результате она попала в замешательство. С одной стороны, она должна исполнять свой долг, гавкать на всех других, чужих людей, а с другой стороны, она видит, что на меня гавкать не надо, потому что я хороший. Она вошла в жуткое противоречие внутри себя. Сначала она стояла напротив меня, потом, смотрите, что произошло. Она побежала, спряталась за будку и начала гавкать оттуда. И потом закончилось все тем, что, когда я в следующий раз вышел, она сидела в будке и смотрела на меня грустными глазами. Он смотрел на меня по-доброму, грустными глазами, потому что она не знала, что ей делать. У нее как бы сгорела микросхема собачья. Чего я и ждал. В общем, идея такая. Если кто-то гавкает, не волнуйтесь. Все произойдет точно так же. Просто по-доброму, пока микросхема собачья не сгорит. Потом знаете, как в мультике в этом, когда доктор Айболит к Бармалею подошел, тот сам заболел уже, вот, и Бармалей говорит, я, говорит, злой, коварный, жестокий Бармалей. Начал пакать перед ним. Никогда сила зла не может победить. Это она нас просто испытывает, и все. Нужно прощать, и опять по-доброму, прощать, и опять по-доброму. И в какой-то момент разум начинает работать у человека, который ведет себя по-хамски. Он нас испытывает, все мы. Если, смотрите, если он гавкает, я загавкал в ответ. Вот, как определить, кто первый загавкал? Никак не определишь. Оба гавкают. Разницы никакой нет. Слабость сердца означает, что у нас не хватает силы Духа переносить судьбу. То есть нам надо ближе к Богу быть. И доброе воспринимание не означает восприятие, что я мягкосердечный. Строгость — это хорошо, это самое высшее проявление любви. Я как-то видел одну развитую семью, муж и жена. Они, я заметил, как они общаются друг с другом. Они очень уважительно говорят, пожалуйста, сделай вот это вот. И так, ну очень уважительно, но в их взгляде очень сильная строгость. Там в глубине, в глубине далеко. Это значит, что они не позволят друг другу ни изменять, ни совершать подлость, ни плохо себя вести никогда в жизни. Потому что нельзя. То есть у них любовь означает, что вот я без этого человека не могу жить, но с другой стороны очень такой внутри очень строгий взгляд. Понимаете, о чем я говорю или нет? Строгость в настоящей любви всегда присутствует. Если ты думаешь, что любовь вся соткана из этого, то ты ошибаешься. Настоящая любовь, она другую природу имеет. Она имеет природу ответственности, силы. И серьезных отношений. Веры, ответственности, веры, силы, серьезных отношений. В настоящем мягкий человек, этот человек мягкий ко всем одинаково. Это очень высокий уровень. Поэтому надо выбирать свои возможности. Если я справился с собачкой хорошо, не справился, больше не подходи. Подходи, это не твои возможности. Если она тебя перегавкала, не надо ее пинать за это. Ты сам виноват, что ты к ней полез. Теперь пойдем дальше. Смотрите, это накладывает серьезные ограничения вообще на все в жизни. Вот, например, если я считаю себя телом, то это значит, что у меня материальная концепция жизни вообще в целом. Это означает, что я считаю пищей белки, жиры, углеводы, витамины и калории. Я смотрю, сколько я калорий съел белков, жиров, углеводов. Это для меня пища. Другого понимания пищи у меня нет. Я не считаю, что что-то как-то по-другому можно к пище относиться. Это называется грубое самоотождествление. Потому что есть другое понимание, что такое пища. Продукты все имеют психическую основу, не только материальную. Есть грубая материя, есть тонкая материя. Тонкая материя означает психика, характер. Все продукты имеют характер. Если ты считаешь калории, но не учитываешь характер, ну тогда ешь испражнение. Там калорий гораздо больше. Но характер пищи отвратительный. Чем и занимается свинья. Или ешь один белок чистый, чистый сахар, раздельное питание. Белки, жиры, углеводы, все раздельно. Чистый сахар, чистый белок. Вкусно? Нет. Почему тогда, откуда возникла эта теория? Она возникла с непониманием, что у пищи есть характер. Поэтому люди и смешивают разные блюда, для того, чтобы этот характер дал тебе улучшение твоего характера. И тогда ты уже к пище относишься как к чему-то вкусному и прекрасному, а не просто к химии. Понимаете, вот эта грубая оценка себя как личности накладывает вообще грубое восприятие мира. И в конце концов философия становится такой же. Если я являюсь телом, то значит тело умирает. Это факт. Оно гниет. И если тело умирает, и я, значит, умираю, значит тогда пей, гуляй, веселись, живем одну жизнь. Надо просто быть счастливым любой ценой в этой жизни, потому что дальше ничего не будет. Некоторые говорят, да, может быть и будет что-то, но это буду уже не я. Это тоже заблуждение. Будешь именно ты. Я это увидел в своей жизни. Я вам открою, тоже приоткрою некоторый секрет. Ну то есть мне несколько снов снятся всю жизнь. И когда я начал анализировать эти сны, я увидел, что они не похожи ни на одно событие в этой жизни, а выглядят очень явно. События были похожи, но не такие, как во сне. И это дало мне ключ к выходу на прошлую жизнь. Я начал концентрироваться на этот сон, когда попал в него, вспомнил себя в этом сне и начал по памяти искать это событие и нашел. Я увидел себя в другом теле. И это я. Но тело отличается. Но похоже на это, похоже. Тело отличается, но другое. Здание более старое. Все как в фильмах старых. И примерно такая же жизнь похожая. Ну как бы этапы жизни, какие-то испытания, все очень похоже. Я был в шоке. Оказывается, вот так вот все. Мы остаемся теми же самыми, ничего не меняется. Просто мы получаем другое тело в соответствии с своими желаниями и поступками. Причем есть вообще здесь такие вещи, которые я даже вам не должен говорить. Потому что это эзотерические тайные вещи. Ну раз сказал, уже все думают, давай рассказывай. Но это тайна. Вы не сможете все это понять. Понимаете, есть два настроя в жизни, два настроения. Одно настроение — это на развитие или на аскезу. Я хочу стать лучше. Это настроение достойно не только человеческой формы жизни, а также божественных форм различных. Есть различные ангелы, формы другие, выше нашей жизни. Более высокие формы жизни есть. Но если человек хочет счастья просто в жизни, он хочет счастья, то знайте, что все виды счастья, они закреплены за разными животными телами. В человеческой жизни счастье не предназначено. Мы не для счастья в теле человека родились, для побед над собой. И мужчины, и женщины. Все. Но по-разному. Например, женщина не должна аскетичной быть. Она должна учиться любить, прощать. Она должна свою аскезу совершать в отношениях с людьми. А мужчина свою аскезу совершает в отношении с собой. Вот и вся разница. Женщина в отношении с собой не должна совершать сильно большие аскезы. Но аскезы какие-то нужны. Иначе даже здоровой не будешь. Женнское тело не предназначено для того, чтобы себя сильно лишать всего. Но оно предназначено для того, чтобы совершать аскезы в заботе о других. Вот в чем оно предназначено для человека. А мужчина должен себя совершать аскезы над собой. В этом цель человеческой жизни. И достоинство, чувство достоинства, радость своей жизни человек получает, если он живет правильно, как человек. Но правда жизни такова, что если ты хочешь всем все доказать, всех ругаешь, постоянно злишься на всех, то для этого уже есть тело. Предназначено для того, чтобы легально, законно злиться, ругаться на всех. Что это за тело? Тело собаки. Правильно. Гавкай сколько хочешь, никто не сможет возражать. Ты имеешь полное право, потому что это тело предназначено для того, чтобы нагавкаться. Нет другой причины, зачем рождаться собакой. Если ты, допустим, хочешь выспаться, тогда есть разные тела медведей. Пожалуйста, полгода в году спи, сколько хочешь. Еще каждый день на ночь. Мишка Каала, вообще он там два в одном у него. Он очень вкусно кушает, самую вкусную на земле пищу он кушает. Это листики дерева, на котором он висит. И он спит, целый день спит. Когда он проголодается, он открывает глаза и видит листик перед собой. И он там ел опять, спит. У него глаза балдежные. Ни один миллиардер не сможет быть таким счастливым. Поверьте мне, ему ничего не надо, у него все хорошо. Круглый год, лето. Спит, ест, все. Счастье полное вообще. Посмотрите домашнее задание. Возьмите животное, посмотрите в глаза, сравните со своими. Целью понять, у кого больше в глазах счастья. Вы увидите, что у животного десятки раз больше счастья в глазах, чем у человека. Поэтому мы их держим. Они мои хорошие. Опасно. Итак, опасное самотождествление себя с телом. Отождествление себя с телом означает, что я нахожусь в состоянии глубокого эгоизма. Это самоотождествление себя с телом приводит к тому, что концепция половой жизни становится главной в жизни. Человек, который считает себя телом волей-неволей. Понимаете, причем мы не можем от этого взять и уйти. Понимаете, мы не можем. Ой, я душа. Но это невозможно. Надо постепенно развиваться. Как определить, что у меня концепция тела? Я не могу оторваться от секса. Женщина от комфорта. То есть, мужчина, как бы для него секс это грубая идея. Ему надо наслаждаться женским телом все время. А женщина наслаждается комфортом. Если женщине постоянно вот эти картинки, вот этой комфортной жизни такой, нежной, ласковой, сняться, а мужчине секс, это значит, что они находятся на телесной концепции жизни. Это самая грубая концепция, которая не приводит человека никак в состояние любви к себе правильного. Ну, не даже не любви к себе, а удовлетворенности. Вот слово «любовь» все неправильно. Надо не любить себя, а быть удовлетворенным своей судьбой. Ну, что, спасибо, Господи, все хорошо. Спасибо, я как бы выполняю свой долг перед моим рождением. Так, смотрите, если мы очень грубо ругаемся в семье, злимся друг на друга, хотим побеждать друг друга, если у нас не ограничен секс, мы не можем это контролировать, чем больше, тем лучше. Если нам сильно хочется мяса и вина, это все в одной связке находится, мои хорошие. Потому что, смотрите, считать себя телом, чтобы так жить, вот это сознание, телесная концепция, должна питаться определенными силами. Есть три силы, которые питают эту концепцию телесную, которая не дает возможности нам понять, что мы не то, что душа, а даже психику, ну, как бы на психическую платформу мы не можем встать. Мы не можем развивать свой характер. Если сознание пришло в психику, то оно начинает двигаться там. То есть развивается характер, я начинаю становиться смиреннее, лучше, нежнее, добрее, там, женщина, мужчина смелее, храбрее, ответственнее. Это значит, что сознание от тела оторвалось чуть-чуть и уже начинает жить в психике. Понимаете? Но если сознание погрязло в теле, то характер поменять невозможно. Люди ругаются, злятся. И потребность в этих трех вещах, в которых я сказал, колоссальная. Потому что именно эти три вещи питают наше телесное сознание, телесную возможность жить. Энергия, когда с телом связана, в связке сильной находится сознание с телом, то человеку нужно три вещи. Первое, ему нужно есть мясо, потому что мясо – это грубое питание. Это с помощью насилия мы питаемся с помощью другой жизни, мы питаемся энергией, дающим телу радость. Есть тонкое насилие – это секс. То есть мы эксплуатируем чужое тело с целью питать свою телесную концепцию. И есть еще разжигание телесной концепции в жизни – это вино. И если человек говорит, я не могу без этого жить, не надо его мучить. Понимаете? Он просто вот на таком стадии развития – это его развитие. Некоторые люди говорят, поменяй свое развитие. Но это все равно, что взять ребенка, и он взрослый. Невозможно. Поэтому не надо никого ни в чем обвинять. Каждый человек живет как может. Если ваш близкий человек ничего не хочет слышать, он очень грубо настроен, ему нужен секс, не надо его уничтожать как личность. Нужно мясо, секс. Это значит, что человек вот так, пока так он настроен в жизни, у него есть такие возможности. Его сознание сильно связано с телом. Это нормально. Это означает, что со временем все поменяется. Мы же развиваемся. Любое наше недовольство разрушает нашу жизнь. Недоволен своим мужем – разруха. Недоволен своей верой – разруха. Недоволен своим правительством – разруха. Недоволен своей страной – разруха. Все, что Бог дал, надо любить это все. Учиться любить. Это непросто. Но это то, что нам положено. Мы вот такие, и нам вот это положено. Поэтому человек должен учиться строить, прежде всего, отношения с самим собой. Следует знать, что в зависимости от развития человека, у человека совершенно разные отношения с самим собой. И чувство собственного достоинства, ощущение себя достойным, оно может быть очень поверхностным. Давайте мы разберем эти разные типы отношений к себе, в зависимости от развития. Есть разные самоотождествления, то есть сознание души, то есть яд – душа. Душа находится вот здесь, в области сердца. Это маленькая искорка размерами с атом. Вот здесь. Она имеет энергию сознания. Эта энергия сознания пропитывает как грубое тело, так и тонкое психическое тело. Таким образом, мы живем и в грубом теле, и в тонком теле, но мы душа при этом, которая ничего общего с этими грубым и тонким телом не имеет. У души есть духовное тело свое. В этом мире мы живем в этих телах, наружных, материальных, потому что мы имеем эгоизм. Когда человек избавляется от эгоизма, ему не нужна материальное тело и материальная жизнь. Он выходит из-под влияния материального времени, которое все старит. И попадает под влияние духовного времени, которое увеличивает счастье с каждой секундой. В этом заключается цель нашей жизни. И даже если мы уже в этой жизни начинаем относиться очень возвышенно и чисто ко всему, то мы попадаем под влияние духовного времени, несмотря на то, что тело продолжает стареть. Человек испытывает все больше счастья в жизни, благодаря тому, что он правильно настроен. Итак, знание является главным. Если человек считает себя просто грубым материальным телом, то в этом случае вся жизнь вокруг этого крутится. То есть, естественно, что человек должен развиваться. Человек не может деградировать. То есть, цель жизни — развитие. Поэтому человек в этом случае развивается в том, что он пытается, мужчина, качать мышцы, делать себя, как он говорит, я себя сам создаю, строю себя. То есть, он думает, что он — это тело, и пытается всю свою жизненную энергию все вкладывать в мышцы. Понимаете, наш контакт с материальным телом никто не отменял. Если ты не вкладываешь вообще никакую энергию в тело материальное, то оно тебя заставит думать о себе 24 часа в сутки. Будешь дышать в трубочку, ходить под себя и так далее. Много приятных слов можно сказать на этот счет. Вот, поэтому заботу о теле никто не отменял. Но я сейчас говорю не об этом, я говорю о цели жизни. Если цель моей жизни — мое тело, то в результате тело становится стройным, красивым ненадолго, потому что оно стареет. Недавно видел фотографию Шварценеггера. Вот поставить мужчину в возрасте, пожилом возрасте, который занимался спортом и не занимался, разницы большой нет. Ну, один, который занимался спортом, наверное, чуть потолще будет, потому что мышцы все в жир превратились. Это правда жизни. Тело стареет у всех одинаково. Хоть ты занимался спортом, хоть нет. Конечно, если ты всю жизнь будешь спортом заниматься, тогда оно будет помоложе, получше выглядит. Но понимаете, люди, когда все свои силы в тело вкладывают, и целью жизни является тело, тогда они потом разочаровываются в этом, потому что они видят, что они тело победить не могут, и вообще им перестают заниматься. А те люди, которые вкладывают в тело только потому, что надо жить в нем, они всю жизнь это делают, из чувства долга. И у них нет цели мышцы большие сделать, потому что эта цель приводит всегда к разочарованию. Понимаете? О чем я говорю? Вот смотрите, два человека делают зарядку. Один сделал 100 наклонов, думает, надо 200. И он делает очень быстро, выматывает тело, хочет его очень сильным, лучше, чем у других. Второй человек делает зарядку, желает всем счастья, делает спокойно, сделал 60 наклонов, успокоился. Успокоился, чувствует, что тело размялось, все достаточно, оно может нормально жить. Чувствуете разницу или нет? Разница заключается в том, что они разрушают себя этой зарядкой, а другой в гармонии с природой во время зарядки находятся. Он испытывает счастье, потому что цель его жизни не тело. Ему тело нужно как инструмент. Опять смотрите другой пример. Допустим, девушка хочет, чтобы тело было красивым. Это нормально, тело должно быть красивым у женщин. Но если она считает, что она тело, и все сознание у нее входит в тело, вся энергия сознания находится в теле, то она своему телу придает сверхценное значение. Она любые изменения в нем, она воспринимает как трагедию. Но будет все равно меняться это тело, оно будет стареть по-любому, хоть хочешь ты этого или не хочешь. И она начинает страдать от каждой морщинки. И она пытается это тело и мазать, и мазать, и мазать. И понимаете, чем больше сознание в тело направлено, тем больше кожа становится чувствительной. Чувствительная кожа начинает реагировать на холод, на жару, на ветер, на все. И она становится в результате такой некрасивой. Почему? Потому что туда очень много вложено сознание. Если человек думает только о своем теле, то тело в конце концов не выдерживает этого и становится больным. Но представьте, если постоянно думать о своей коже, кожа станет настолько чувствительной, что она станет больной. Понимаете? Есть еще другие аспекты вот этого самоотождествления. Как вы думаете, человек, который накачал мышцы, он стал таким красивым, у него чувство собственного достоинства стало крепче? Крепче. Факт. Но он глубоко понимает себя как личность? Нет. Он опирается в своем понимании счастья на свои мышцы. Если они становятся слабее, его счастье тоже становится слабее. Все. Я испытал это в жизни, в детстве, когда я быстро вырос, подрос быстро, а потом все меня перегнали. Я был счастливым, когда я чувствую, что я самый крепкий. Я тоже качался хорошо там, занимался спортом, на турнике там подтягивался. И я такой сильный был. Я чувствую, что я самый крепкий в классе. Но потом все становятся выше меня. Все меня переросли, я предпоследним стал в 10-м классе. И моя самооценка рухнула. Не потому, что я продолжал так же заниматься, но самоотождествление стало пораженным. То есть я сам себя уничтожил как личность, потому что у меня неправильное отношение к себе было. Я относился к себе как к телу. Если человек как к телу себя относится, он неизбежно с течением времени разрушит сам себя. Неизбежно. У меня дочка в детстве сказала, папа, я старею. Это правда, каждая девочка чувствует это, что она уже не такая красивая, как в 16. И так далее. Видите, самооценка хорошая, но временная. Она очень хрупкая, основанная на теле, когда человек оценивает себя на теле. И в этой самооценке есть одна опасность. Так как это ложная самооценка, не истинная, то она всегда имеет сравнительную степень. Если у меня сильное тело, но рядом станет кто-то, у кого посильнее, сразу же произойдет у меня конфликт. Я начну ему завидовать, злиться на самого себя и так далее. У меня произойдет разрушение правильной самооценки в результате. Чувствуете? То есть если у человека чувство собственного достоинства работает правильно, то если кто-то лучше придет, то ты просто за него будешь радоваться бесконечно. Тебе еще будет больше счастья, чем, понимаете, то есть если человек больше развился правильно, это вызывает только счастье. Это не вызывает никогда страдания. Но если ты неправильной дорогой идешь, то кто-то лучше тебя вызывает у тебя страдания всегда. Это означает, что твоя самооценка неправильная. Она имеет ложную основу. Это очень важная тема. Часто люди не понимают, что если они не понимают, как правильно любить, то они разрушают свою семью. Иногда человек ведет себя очень жестко в отношениях. И любовь к нему означает выполнять по-доброму перед ним свой долг и стать крепче в отношениях, стать сильнее. Это не означает злиться на него, а означает по-доброму говорить ему правду, настоящую правду, что ты ведешь себя жестоко, пожалуйста, будь мягче. Если человек не понимает, то можно чуть-чуть дистанцироваться от него, не целоваться, не обниматься, а просто жить немножко на дистанции и объяснять, почему так и так далее. До тех пор, пока до человека не дойдет. Если мы не делаем этого, то это не любовь. Это называется зависимость. Зависимость. Человек часто боится бросить, потерять близкого человека, боится. Из-за этого унижается перед ним. Для того, чтобы отношения были сильными и правильными, человек должен стать сам сильным и правильным. Поэтому сегодняшняя тема очень важна. Это тема отношения к себе. Часто люди не понимают, что отношение к себе — это самая ценная и важная тема. На эту тему очень много всяких глупостей говорят. Например, самая большая глупость заключается в том, что есть такое утверждение, что надо себя очень любить. То есть любить себя надо очень сильно. Это полная вообще глупость. Это вообще такая опция в душе, вообще, ну как бы, понимаете, мы души, и душа, она живет в отношениях. И душа чувствует себя достойной, когда ее любит Бог. Вот здесь в сердце к себе хорошее отношение — это не мое отношение к себе, это отношение моей совести. Понимаете, я не могу искусственно себя полюбить. Я тренировался, пробовал вот эту вот аутогенную тренировку. Давно-давно, 40 лет назад, когда я был еще маленький, я не знал ничего, больше не было по работе над собой, никаких книжек. Я сидел и повторял, я солнце, я большое светлое солнце. Я чувствовал, что я такой становился все больше, такой светлее. И мама подошла, говорит, солнышко, помой посуду, пожалуйста. Я говорю, мама, мне некогда помыть посуду, я занимаюсь очень большими делами. И когда я это сказал ей, я почувствовал какую-то фальшь. И потом я понял, что вот это вот самое возвеличивание, я солнце, я большое светлое солнце, это просто самообман. Можно, конечно, себе внушать все, что угодно, но то, что Бог о тебе думает, это все равно не отменишь. Есть три категории людей. Одни находятся в невежестве, это люди, которые упорно, упорно, в очень жестком стиле, не хотят слушать Бога. То, что Он хочет им сказать про них. Вторая категория людей, это те люди, которые, они, в принципе, не против услышать что-то от Бога, но у них не хватает сил это услышать. Они не могут переварить это. Они чувствуют правду, но не могут принять. И третья категория людей, это те, кто приняли правду. Уважение к себе начинается только после принятия правды. До этого момента уважения к себе никакого не будет. Например, если я говорю, что мы расстались или развелись, а на самом деле я бросила, то никакого уважения к себе не будет. Это невозможно. Уважать себя может только тот человек, который признался в себе в том, что произошло. Иначе, не перешагнув через эту линию, невозможно быть достойным человеком. То есть некоторые люди думают, что если я бросил, то я никогда уже не буду достойный. Достойный человек — это не тот, который ошибся, а тот, который принял свою ошибку. Нужно принимать всё, что ты делаешь, и дальше это переваривать, раскаиваться и жить дальше. Мы не предназначены для того, чтобы всегда всё делать правильно. Наша жизнь соткана из ошибок. Мы будем ошибаться обязательно. Но надо просто понять, как к этому относиться. Ошибка означает, у меня не хватило сил, не хватило знания. Силы берутся от Бога. Часто у человека не хватает сил сделать правильный поступок. Он вынуждает неправильный поступок сделать тоже силы, которые идут извне. Это называется сила времени. И часто люди, которые совершают неправильный поступок, они выбирают два способа отношения к нему. Первый способ — это забыть. То есть они просто боятся вспоминать о нём. А второй способ отношения — это самооправдание. То есть попытаться объяснить себе, почему я так сделаю. Оба способа ведут к поражению в жизни. Нет смысла себе объяснять. Есть только одна причина, почему я так сделал. Потому что я слаб. То есть нужна сила, внутренняя сила, чтобы принять этот поступок в свою жизнь. И свою жизнь, свою судьбу надо тоже принять. У человека есть связь с окружающим миром, с окружающими людьми, которые находятся в сердце. Мы связаны со всеми людьми в сердце. Но мы не властелины этих отношений, пока мы не пришли в своё сердце. Прийти в сердце означает принять свой крест. Ну то есть у меня, допустим, такой крест. Мне надо печь торты. Может быть, с яйцами, хоть я и вегетарианка. У меня такой крест. Потому что я не достойна пока делать то, что я хочу. Я должна делать то, что мне положено для того, чтобы выжить в этом мире. Человек должен принять свой крест в соответствии с своим возможностями жить. Человек должен принять свои поступки, свой характер, свои отношения с людьми. Когда человек всё принял, он пришёл в своё сердце. Туда, где есть нити вот эти все связи с людьми. Тогда он становится господином своей судьбы. То есть он понимает объём работы, тяжесть, которую он испытывает. Это его просто труд, ну, потребность. Тяжесть не означает обречённость. Некоторые люди думают, мне очень тяжело. Они обречены, обрекают себя, думают, это невозможно исправить. Надо просто знать, как. Всё исправляется с помощью контакта с Богом. Контакт осуществляется через память и через звук молитвы. Об этом на каждой лекции говорю. Или можно, если человек не может этого делать, можно, допустим, кланяться алтарю, через поклоны можно побеждать судьбу. Можно читать определённое количество свящённых писаний в течение дня. Можно посещать святые места, обываться святой водой и так далее. Любые действия, направленные на Бога, они облегчают судьбу и дают возможность приблизиться к своему сердцу. Человек, который считает, что у него всё будет хорошо, но он не хочет смотреть в своё сердце и принимать свой крест. Ну, допустим, есть жена, двое детей. Я не хочу принимать ни жену, ни по факту детей, а хочу, чтобы у меня всё было хорошо. Это значит, что я ушёл в будущее в своей жизни. Это называется жизнь страсти. То есть я не хочу принимать характер близких, потому что это фотография моих прошлых жизней, моих прошлых поступков, мои близкие люди. Это то, что я сделал раньше, мне показывает Господь через них. Я не хочу принимать. Я хочу чего-то другого в жизни. Это называется жизнь страсти. Я ухожу из своего сердца. Ниточки эти мне уже не подчиняются. И я ищу счастье где-то в другой стороне. Я когда был студентом, я экспериментировал, изучал, что такое жизнь. И по-разному. То есть я был ещё по факту ребёнком, хоть и в взрослом теле уже. И разок у меня произошло открытие. я когда приезжал домой к маме, там была кошка, она всегда ходила на кухню кушать. И по дороге в коридоре я её схватил за хвост и изучал, как она будет реагировать на судьбу. Первая реакция была такая. Она шла, продолжала идти, не обращая внимания на судьбу, а я был судьбой, я держал её за хвост. Вот. Продолжала идти на кухню и буксовала просто по дороге. Ну, я не отпускал. Это же судьба. Вот. Она буксовала, буксовала, потом чувствует, что этот вариант не пройдёт. И она тогда предприняла второй вариант. Она повернулась ко мне и сказала мяу. мяу. Так очень по-доброму, по-ласковому. Ну, я просто судьба. Как бы у меня нет чувств никаких. Просто держу за хвост и всё. И тогда она поняла, что ничего не сделаешь, придётся портить отношения. И она сделала вид, что кусает мою руку. Вот так. Я так и раз отпустил. Судьба испугалась. И она пошла дальше на кухню кушать свою заслуженную еду. Вот. Но я преградил ей дорогу. Не дал ей пойти. Уже встал перед ней прямо и не пустил. Там узкий коридор и она никак не могла. И она пошла назад. Пошла назад. Я стоял в коридоре и неожиданно я вижу, что она выбегает в коридор и перепрыгивает через меня с разбегой на кухне. Всё, она выиграла. Победила судьбу. Ну, то есть, идея заключается в том, что сначала надо принять свою судьбу. Принять. А потом совершить достаточно аскезу, достаточную аскезу, чтобы её победить. В этом весь смысл. Понимаете, судьба, она инертную природу имеет. Она ни за, ни против. Просто ты должен её победить. И всё. В этом заключается смысл. Но многие люди не знают об этом. Когда они видят препятствия, они думают, что это непреодолимо, потому что они свои силы на это отдают. Силы кончаются, и человек просто попадает в ступор. Он не знает, что дальше делать. Он не понимает, что силы не надо свои отдавать. Как ты чувствуешь, что ты не можешь победить. Дальше идёт духовная практика. Понимаете, есть три типа судьбы. Первый тип судьбы, здоровье. Чувствуешь, ты болеешь, не может справиться. Нужна природа и движение. Природа и движение. Я сегодня утром проснулся, чувствую, я выдохся. За 20 дней дороги выдохся, у меня нет сил. Перелёты, 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 лекции. У меня нет сил, я лежу, как бы встал с постели, чувствую, молитва не помогает и у меня нет сил. В это время кажется, что всё, здоровье сейчас сломается. Ну, я как бы уже не первый раз с таким ситуацией сталкиваюсь. Я просто нашёл стадиончик рядом с домом небольшой и мы четыре километра с моим помощником пробежали по снежочку. На третьем километре уже силы появились. Контакт с природой, движение, человек наполняется силами, как батарейка. Раз, всё, наполнился. Я сейчас уставшим выпижу, нет? А вчера? Вчера был чуть-чуть уставший, да? Ну, то есть, идея в чём заключается? В том, что вот это чувство, что ничего не получится, оно обманчивое. Когда человек болен, он обычно хочет меньше, то есть, тише ходить, меньше есть, там, меньше всё делать, то есть, он ограничивает себя, думает, что он так вылечится. Когда человек болен, он должен научиться двигаться на природе, и он вылечится тогда. Пост, аскеза, движение, контакт с природой, закаливание, вот это и есть лечение. Если человек этого не делает, он не вылечится. Ограничение себя в движении способ жить. Человек должен совершать аскезу для того, чтобы побеждать судьбу, связанную со здоровьем. Любая болезнь, даже самая тяжелая, в принципе, победима, насколько много сил ты можешь приложить к этому, насколько запущенный этап уже. Каждый человек должен понять, что есть разница между мужским и женским рождением. Не только женщина это должна понять, а также и мужчина. Разница заключается в том, что в мужском рождении человек развивается, он должен преодолевать препятствия, должен терпеть, сражаться, побеждать. В мужском рождении человек развивается, в женском рождении человек отдыхает. Это значит, он испытывает счастье, наслаждается жизнью. И женское тело так устроено, оно очень расслаблено, женское тело. Поэтому женщине очень трудно вставать с постели. Целая проблема. А вот ложиться спать без проблем. К большим удовольствием. То есть, женское тело очень расслаблено по природе. Психика чувствительна. Вот. Характер очень нежный, тонкий. Чувства настолько изысканные. Женщина чувствует счастье во всем. Она что-то кушает, и она «Ой, как вкусно!» То есть, она, когда кушает, она испытывает вкус. Женщины, представляете? Если вы, допустим, кормите своего мужа и спрашиваете его, вкусно или нет. Знаете, как он вам ответит? Да, нормально. Я чувствую, что я наемся. Этим я наемся, он говорит. Потому что мужчина, женщина, она пробует, она не кушает, она пробует, ей нужен вкус, чтобы счастье было в жизни. Она отдыхает, она должна испытывать счастье, поэтому она красивая. А мужчина не отдыхает, понимаете, поэтому мужчина не испытывает вкус, мужчина жрет. И он должен наесться, понимаете, наесться. И когда жена его спрашивает, вкусно тебе или нет, он говорит, вкусно, но мало. Мне надо наесться, понимаешь. Потому что мужчине нужна энергия, ему нужно побеждать. Ему не нужно вкусно, он должен действовать развиваться побеждать по этой причине так как женское рождение это рождение отдыха и покоя и счастья гармонии она не только кстати должна себе дарить покой и счастье гармонию а также всем вокруг она должна гармонию покоя и счастье детям давать мужу на всех должно хватать мужчина кстати тоже домой приходит знаете почему потому что он там отдыхает вот эта женская энергия покоя гармонии это обязанность женщины женщина должна эту атмосферу покоя создать для всех и тогда мужчина спокойно приходит домой он чувствует ему хорошо потому что женщина создает атмосферу покоя теперь представим такой вариант он выгоняет ее на работу горит иди работай чё ты тут дома расселась наслаждаешься тут жизнь и улыбаешься ходишь и работай потом приходит домой думаю что то нет покоя здесь нет счастья в доме ищет себе какое-то другое счастье на стороне и потом приходит к любовница она такая расслабленная не работает или работает не так сильно вот этот от вот настоящая женщина вот каких я люблю и наслаждается любовницы хотя наслаждаться над своей женой они любовницы надо жене дать возможность быть счастливой и расслабленной то он пускай она создает эту гармонию уют покоя и счастье и нужно женщину занимать деятельностью излишне знаете мужчины что если вы постоянно допекаете жену что такая расслабленная вставай пораньше делай зарядку перестань подъедать сладости и так далее постоянно как бы следите за ней как она наслаждается жизнью это значит просто вы завидуете и женскому телу не волнуйтесь следующей жизни получите женское тело и будьте счастливы завидовать никому не надо вы но в этой жизни вы не имеете мужское тело поэтому надо дать возможность женщине наслаждаться жизнью а саму работать трудиться и радоваться победам потому что для этого предназначено мужское тело мужчины кто со мной не согласен поднимите руку из не согласны хорошо все согласны женщины кто не согласен со мной все согласны все полная гармония за это все распределились хорошо я почему это распределение сделал потому что это очень и очень важно если человек это распределение не делать он никогда не найдет свое предназначение если женщина думает что она должна упахиваться на работе она мучает саму себя но должна испытывать счастье в жизни прежде всего на работе пожалуйста будьте счастливы на работе если нравится побольше работать ну пожалуйста работайте побольше нет никаких проблем но сначала женщина должна понять что ее долг 1 перед своей жизнью это сильная социальная позиция любовь к людям женщина должна любить людей должна радоваться заботиться обо всех иметь много подружек сильная социальная позиция сделает ее красивой потом вторая стадия закономерно это замужество третья стадия закономерно это рождение детей мы хорошие потому что раджать детей надо в молодом возрасте они когда уже кости гремят до приезжают в роддом иногда и такие девушки постарше рожать им сложнее уже и врачи дом бог ты мой как же и вынесет ребенка в таком возрасте но я не против как бы забеременелась слава богу пускай господь поможет выносить но девушки лучше у нашего детей молодом возрасте поэтому приоритеты вот так распределяются сначала учимся любить людей вторая стадия замуж третья стадия рождение детей долг свой выполнила перед богом перед землей теперь пожалуйста весь мир перед тобой открыть любое предназначение к этим нравится но при этом ты работаешь там просто чтобы отдохнуть от чего от своих домашних дел женщина где работает дома где отдыхает на работе мужчина где работает на работе где отдыхает дома понятна система женщина не может домой прийти отдыхать правда она дома работает мужчина домой приходит не может работать правда дома отдыхает но иногда если он очень любит жену и все-таки она сильно хочет он может забить этот гвоздь или ему нравится допустим это его отдых допустим он ходит и что-то сверлить можно говорит слушай может быть уже не будем сверлить уже как бы все дыры стены уже в дырку не еще одну дырочку ну хорошо если для тебя отдых сверлить стенки там что-то делать что-то мастерить в доме ну замечательно это хорошо но мужчина дома отдыхает женщина дома работы а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok